Потому что, ну, психолог — это такая очень одинокая профессия, это типа корпоратив индивидуального предпринимателя, когда ты сидишь один и пьёшь вискарь. Мне кажется, кукуха может поехать, нет? Кукуха может поехать, поэтому я развелась. Твои три высших образования не помогли в этом деле! Когда ребёнок впадает в такую истерику, маленький, единственное, что ты можешь сделать, вот если он прям не может успокоиться, лечь рядом, заорать так же, как он. Ну вот, он у меня в два года уже умел протирать что-то шваброй. Я прям сильно ленивая мать, просто забила на ребёнка, он такой, всё, я не могу в это срачи жить, а мой вискарь там ухлечет, я не могу, у меня такие тяжёлые люди. Мне уже там 30, мне чуть больше 30, и тем же я занимаюсь? Те или люди рядом? Каждый день сейчас спрашиваю, всегда. Ну, это если отношения гармоничные, здоровые, правильно? А бывает такое... Здоровых не бывает, что такое здоровые отношения? Бывают, они правда очень скучные. Во! Всем привет, добро пожаловать в подкаст, меня зовут Сергей Басов, сегодня у меня нового гост, представься, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Регина Дажединова, я психолог, приехала из Петербурга сюда в гости, я вообще с Нижнего Артовска, и очень много лет назад уехала туда жить. А вернулась просто в гости или на постоянку? Да, в гости. Несколько лет назад я переезжала жить на постоянку сюда, но потом вернулась обратно. В Нижнего Артовске большинство людей, и у меня тоже в голове, типа, все хотят переехать, и это в основном почему-то Питер. Блин, скажи, да, нет, ну, типа, что вообще, мы эти мечты вообще, для чего-то они нужны, нет? Ну, то есть ты уже такая побывал, уже можешь свой опыт сказать. Мечты о переезде? Да, и вообще, ну, сбылось ли всё, не сбылось. То есть вот я тоже мечтаю переехать в Питер, но кто-то говорит, там погода, там горы. Всё то же самое. Ничего не меняется. Белые ночи, погодные условия, единственное, что там очень много дождей, и очень ветрено, ой, холодно как-то от залива. А так всё то же самое. Ну, те же болота. Та же пасмурность, тоже тёплое лето, очень странное. Та же холодная зима. У нас нету тёплого лета вот в этом году. Я, видимо, в шапке ходил вчера. Ну, в Питере сейчас плюс 30, так что... А, то есть уже есть плюс. Да, уже есть плюс. Но я заметила, что у меня в этом году цветение проходит дважды. То есть я уезжала, у меня там сирень уже отсвела, приехала, оно только начинает свести. Я такая, воп, я попала в два сезона цветения. Мне повезло в этом году. Это здорово. Расскажи, кем работаешь? Я работаю психологом, работаю сама на себя. То есть я веду частную практику. Это вот как я ходил или что? Ну, я что, понимал? Потому что есть психологи, психологи. Я запутался. Есть психологи, есть психотерапевты, есть психиатры. Я клинический психолог. Что значит слово клинический? Потому что Екатерина, когда говорила клинический, я такой, что это за слово? Оно такое страшное, большое, непомерное. Клинический. Что это? Клинический психолог, это психолог, который может работать с психосоматикой, который может, например, вести беременность, вести человека, у которого есть инвалидность, вести человека, у которого есть депрессия, панические атаки. То есть всё, что имеет... Знакомая тема. Всё, что имеет такую симптоматику медицинскую и всё, что может сопровождаться индикоментозным лечением. Психолог обычный, но чаще всего не ведёт. Ага, то есть ты даже можешь выписывать... Нет, я не могу выписывать, у меня это медицинское образование. Расходимся. Выписывать психиатры и психотерапевты, у которых есть медицинское образование, у меня его нет. Ну ничего страшного. Как ты к этому пришла? Почему именно эта профессия, и нравится ли тебе она? Вообще я хотела стать психологом, я узнала о профессии психолог лет 12, когда к нам в школу, я училась в шестом или в севом классе, на практику пришли студенты-психологи и сказали, что типа, ну вот есть всякие тесты, есть волшебные рисуночки, благодаря которым можно узнать, что это о человеке, благодаря которым можно помочь, такая, вау, типа, такое бывает, типа, это серьёзно, типа, да, ещё можно вот слушать человека и как-то ему помочь разговором. Вот. На психолога я поступила не сразу, я поступила на жарфак в Питере, и потом его благополучно бросила год спустя, потому что понимала, что это не моё, мне очень тяжело, мне очень не нравится, и я не хочу однажды лет в 35 или в 40 понять, что, ну, я стала не тем, кем и хотела стать. Это самое ужасное. Да, и у меня был очень интернистый путь, я по первому образованию специалист по психо-социальной работе, ну, как бы я шла к этому 6 или 7 лет до того, чтобы стать психологом, получить психологическое образование. Так, первое образование, второе образование? Ну, второе образование, вот третье образование, я уже после Вартовска вернулась в Питер пару лет назад и в декрете получила третью вышку. Что ты такая учишься, 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 учишься? Ну, психолог — это вообще такая профессия, в которой нужно постоянно обучаться, повышать квалификацию, ну, потому что методы помощи людям постоянно развиваются, и есть такая определённая база, которой нужно обучаться для того, чтобы не было профдеформации, профвыгорания, потому что такая профессия связана с помощью людям, и профессия человек-человек, в которой, ну, психологи очень сильно выгорают. Вот, и когда наступает такой момент, что, ну, вот, чувствуем, что устали от профессии, что-то не так, то, как бы, советуют идти на переподготовку, на повышение квалификации, то есть общаться с профессиональным сообществом. Обновляться, да? Угу. Вот, потому что, ну, психолог — это такая очень одинокая профессия, это типа корпоратив индивидуального предпринимателя, когда ты сидишь один и пьёшь вискарь. Вот, да? Вот, да, и, ну, мне кажется, у нас таки вообще много сейчас. У нас психолог плюс-минус прибухивает. Ну, мне кажется, каждый человек может… Прибухивает. А еще дело хорошее. Да. А насколько, давай чуть-чуть идём от, как обычно, как что? Я хотела дать мастерин, чтобы ты по мере нашей с тобой беседы что-нибудь лепил. А, это тест какой-то? Нет, это не тест, это просто такая работа для себя. У нас сегодня свободная тематика, вот, по мере разговора, ты можешь разминать в руках пластилин, знакомиться с материалом. Мелкая моторика. Мелкая моторика. Творчество, полёт. Так, сейчас начнём, потом вы же отвечаете, я продолжу. Ты учишься, там, психолог, всё это хорошо, помогаешь людям. Ну, сколько тебе это помогает? Потому что, допустим, есть же урожение сапожник без сапог? Да, у психологов такое бывает часто, потому что мы… Ну, вообще, психологу необходимо постоянно проходить личную терапию для того, чтобы не навредить человеку другому своим состоянием. Потому что, ну, как бы, каждого из нас вот так вот ущипнёшь, другому, как бы, нам больно, что тебе, что мне. И у каждого болит о чём-то своём, и чтобы не навредить другому, нам нужно постоянно проходить личную терапию. Большим циклом, либо, ну, своеобразно при необходимости обращаться к психологу. Можно сказать, что психологи вообще очень много рационализируют о самом себе, пытаются объяснить своё поведение, свои чувства, чувства другого человека. Типа вот, он со мной так поступил, потому что, ну, вот он такой. Да, да? Да, и… И как это в жизни? Ну, там, с друзьями, то есть мы сейчас убираем вот это вот, все вот эти рабочие понты. И вот в жизни, как, с друзьями, там, с мужем, с детьми, ты же, ну… Мне кажется, кукуха может поехать, нет? Кукуха может поехать, поэтому я развелась. А-а-а, да? Твои тревыши как образование не помогли в этом деле? Нет, 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 очень. Так, у меня после работы, ой, после развода одна женщина, которая была на меня подписана, съязвила такую шуточку, типа, ну вот, как вы так психолога развелись? А я её прям, ну, такую шутку ждала, не знаю, месяца четыре. Ты рационализированная же, ты только что предупредила. А я прям эту шутку ждала, 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 и понимала, что я вот всё это время была в личной терапии, мне настолько, ну, как бы, стало комфортно, что у меня эта вещь, ну, как бы, шутка никак не зацепила. Вот, на… Да не говоришь! Ну, я вот… Ты ждала её такая. Да, ну, я как бы её правда ждала, что, типа, ну, как это психолог такой не сохранил свой брак. А вот воспитание ребёнка… Ты один ребёнок? Да, один ребёнок. Сколько был? Четвёртый год, вот. Чего, как, справляешься? Ну, у него сейчас начался кризис трёх лет. Так, это чё такое? Это такая своеобразная сепарация от родителей в раннем возрасте. Сепарация? Да, когда он, ну, как бы, отделение такое от мамы, когда ребёнок начал ходить, ребёнок закончил кушать мамино молоко, ребёнок вот начал ходить в детский садик, социализироваться, вот у него пошло «я всё сам». Ну, это же хорошо. Ну, да, я отдельная личность, у него иногда могут быть истерики, то, что, как бы, вот, он вообще-то не хочет делать то, что хочет делать маму, он не хочет носить ту одежду, которую предлагает маму, он не хочет, там, не знаю, съесть грязный хлеб из лужи на улице, потому что… А как, зачем ему запрещать? Ну, грязный хлеб есть на улице, с лужи, это, как бы, ну, меры безопасности. Ну, ладно. Дороже станет лечить, да? Это чё за практичное это? Да, да, да. Ну, как бы, запретов особых нету. Ага. Но есть такие меры ограничений, когда, да, я знаю, что… Есть что-то, что ему может навредить. А ты используешь в воспитании ребёнка вот эти свои умные штуки, какие-то там подходы? Ну, то есть, большинство родителей же такие, типа, ну, растут как-то и растут, как нас научили или нас не научили. А вот это вот очень большая ошибка, которую придерживают все молодые родители, типа, вот с нами делали так же, и мы как-то выросли. Ну, мы все выросли. Нет, я своих воспитал отобратно. Ага, вот. А это тоже иногда бывает такое, типа, я никогда не буду воспитывать ребёнка так, как воспитывали меня. Ага. Вот, это тоже у всех свои загоны. Ну, это нормально. Да, я воспитываю ребёнка как ленивая мама, типа, вот я чего-то не умею делать сам, пытаюсь научиться, там… Слушай, ну, это идеальный подход. Ну, вот, он у меня в два года уже умел протирать что-то шваброй. Ага. И прям сильно ленивая мать. Просто забила на ребёнка, он такой, всё, я не могу в это срачи жить. Ама без карта ухлечет. Я не могу, у меня такие тяжёлые люди, клиенты. Такой прикол. Ааа, нет. Он чувствую, года через два до работ пойдёт, или он уже этот онлайн-чень продаёт вынести. У меня была иногда, ну, один раз такая мысль, что он мне настолько задрал все стены, там, рисунками, ещё чем-то, что я вот его дам, не знаю, школу актёрского мастерства, сделаю из него такую маленькую модель, чтобы он мне накопил на новый ремонт. В квартире была один раз такая мысль, потом такая… У меня до сих пор сильно разрисована, а дочери, я говорю, ну, ты давай зарабатывай уже, пора этот, обновляться. Ну, а сейчас мы с ним разработали такую бонусную систему, я пытаюсь ему объяснить какие-то маленькие азы финансовой грамотности, ну, для трёх лет. О, я сейчас только начал, покинь, я только начал, я сам начал познавать финансовую грамотность. А сколько датчики лет? 14. Ааа, ну, 14 как раз нормально. Вот, и мы сейчас это всё проходим, я сам учусь, ей накидываю всё это, и, блин, это такая тема, это вот надо с трёх лет объяснять. Ну, у нас был какой-то прикол, что вот ему нужны киндер-сюрпризы, а, не знаю, там, киндер-сюрпризы, одна штучка стоит на уровне 100 рублей. Да, до хрена. Да, ну, до хрена много. И потом он у меня как-то вцепился в какой-то пластиковый стакан в H&M, что вот ему срочно надо, срочно надо, такая, типа, ну, да, вот хочешь, давай мы там неделю с тобой не покупаем киндеров, и идём потом в конце недели покупаем стакан. Ну, он у меня в тот же день просто лёг в торговом центре, лежал вот так вот. Блин, ну, у меня так жопа горит при таких ситуациях, просто, я тебе говорю. Ну, это просто, ну, это перетерпеть, переждать. У меня никогда такого не было. Я искренне не понимаю, что делают родители, чтобы, блядь, довести ребёнка до такого состояния. До истерики? Мне охота так прийти леща дать именно маме, особенно папе, когда, блядь, все проблемы в семье, это из-за отсутствия мужчины при его присутствии, блядь. Да. Понимаешь? И вот хочется такого леща высыпать ему, а получше ещё высыпать, как это называется, свекровь, да? Вот, свекрови. А матери мужа. Да, вот, да мне кажется, это, блядь, оттуда тянется. Когда маленький ребёнок вот так трясётся снизу, то есть это нужно идти к старшему поколению, ну, это моё личное мнение. Вообще, ребёнок это такое... Тебе, что надо сделать, чтобы он к этому пришёл? Он же не сам такой, о, ну, то есть, он же постепенно к этому пришёл, сделал вывод, что это вот так работает. Ребёнок это отражение той модели поведения, у которой есть семья. Я никогда такого не было, я, честно, даже сейчас, видишь, завёлся. А, всё, вот, в общем, у меня проблемы. Ну, вот, у нас в пару раз были такие прям очень сильные истерики, ну, как бы, просто приходится их пережидать, он потом идеальный такой покладистый, он всё собирается. Это вот надо выдержку, у кого есть, я видел, то есть он такие, ну, орёшь, орёшь, пока просто ещё орут, трясут за руку, трясут этого ребёнка. Он нам бедный, у него уже вывих третьей степени. Да, очень жалко и детей, и родители, потому что, ну, это правда, иногда включается родительская беспомощность в такие моменты, и единственное, чем можно успокоить, вот с ребёнка, вот, с позиции взрослого человека, это агрессия, типа, я тебе, там, по жопе, не плачь, я, там, буду такой строгой мамой, или строгой мамой. Ну, самое прикольное, бросить его, когда бросаешь и уходишь, они такие, в смысле, ну, это неправильно или нет, подход? Ну, отчасти, не знаю, я помню, нас научили одной классной методике, я о ней рассказала, там, в своём инстаграме, что, когда вот ребёнок... Я не смотрел, да. Друг на друга не подписаны. Это нормально. А, да, когда ребёнок впадает в такую истерику, маленький, единственное, что ты можешь сделать, вот, если он прям не может успокоиться, лечь рядом, заорать так же, как он. Да, вот это вообще прикольно. Это я даже в это, знаешь, в ролике, когда дети бесятся, а потом родители начинают вокруг них ворханали, и они такие, блин, отзеркали этих, да? Да, и ребёнок сразу успокаивается, что происходит с мамой, что происходит с папой, он там начинает успокаивать, понимает, что, ну, типа, я тут не один пуп земли, во-первых, ну, я тоже могу о ком-то так супечься, тоже успокоить, тоже там не успокоиться. Это, слушай, а вот развод, я не знаю, с женской стороны, скажи, с профессиональностью, как влияет на ребёнка, сильно, нет? Ну, это меня тоже тревожит, я тоже разойдём, буквально недавно, ну, наверное. У меня проблема с временными отрезками, ну, типа, у меня всё, что сзади, всё, оно будет. Ну, какой, примерно, срок прошёл? Год, наверное. Да, ну, плюс, может, больше, я что-то такое, я всё, не такое, что ты мне где-то там, ну, я научился всё закрывать. Ну, надо проживать, а не закрывать. Нет, я такой, да всё нормально, идём дальше. Нет, я имею в виду, как на ребёнка влияет. На ребёнка? Ну, если ребёнок подросток, то он гораздо тяжелее переживает, нежели маленький ребёнок. Маленький просто не понимает, да? Нет, понимает, у меня ребёнок, ну, понимал очень долгое время, там, спрашивал, где папа, где папа, где папа, но вообще, в принципе, его отец живёт в Нижневартовске. А ещё в разных городах. Да, не виделись, не общались, а потом, спустя, примерно, месяцев 5-6, до ребёнка дошло, до первого, мы там играли, вот так вот, сейчас покажу. Ну, у меня ребёнок очень любит играть с ложками, он как-то вот взял две ложки, типа, это мама и сынок, а это была, там, деталька от Лего, это папа. Типа, вот мама и сынок, это ложки, папа, это конструкторы, вот они раздельные. То он мне сказал, я такая, сижу на нём, такая, думаю... Оплыла, походу, бедёт. Ну, типа, ну, он дошёл с помощью игры, такая, говорю, типа, ну, вообще-то это, ну, к психологу для такого вводит ребёнка, а до него... Мы проходили просто эти игры, ну, мы проходили тоже. Ну, и, как бы, ну, для подростка это ощущается более заметно, потому что, ну, у него и так отчуждение от родителя, от их авторитетного мнения идёт, и у них чувство брошенности может возникнуть. Ну, и чувство преданности. Но это тоже нужно прорабатывать, говорить подростку, что, ну, у мамы с папой, там, своя жизнь, ну, как бы, это никак не влияет на твою жизнь, и просто, ну, как, всячески пытаться это объяснить. А влияет ли это на, в общем, когда неполные семьи, как думаешь, вырастают дети? Насколько они, ну, отличаются, есть ли разница, нет? Ну, твое мнение, вообще. Если для ребёнка находится значимая фигура противоположного пола, то есть, там, пола мамы или папы, ну, например, там, для мальчиков, говорят, из неполных семей нужен какой-нибудь тренер-мужчина, или, там, учитель, или, там, не знаю, воспитатель. Ну, перекрывают, чтобы, да, 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 потребность. Вот у нас, допустим, сейчас эту фигуру мой папа несёт, там, у него деда, 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 это просто это, где деда, где деда, с дедой по связи 24 на 7, с дедой сейчас прям, м-м-м-м-м, и для мамы. Ну, это ещё зависит от того, с кем живёт ребёнок после развода. Ну, допустим, остаётся жить с мамой или с папой. А есть разница, да? Ну, мне кажется, да. А как, что, ну, что, ну, что, как думаешь? Ну, допустим, если у девочки-подростка, ну, там, вперед, когда, вот, гормональная перестройка идёт, когда, там, девочка понимает, что она, вообще-то, женщина, у неё, там, начинает взрослеть, и у неё такая женская фигура отсутствует, то она может вырасти, не знаю, какой-то пацанкой грубой, то есть отрицать себе свою женственность, и, как бы, ей нужен просто пример такой вот, что девочка может вырасти, не знаю, прекрасный цветочек, там, стать такой-то, такой-то, такой-то. И, как бы, ну, на это нужно акцентировать внимание. Но при этом, мне кажется, очень важно, какие бы отношения ни были между бывшими супругами, нужно забивать на свою гордость, на свою злость, и, ну, как бы, делать всё для того, чтобы как-то сообщать, воспитывать ребёнка вместе. И вот нормально, а что сообщать? Это видеться, наверное, почему? Ну, видеться, там, не знаю, обсуждать какие-то ключевые моменты воспитания ребёнка, там, не знаю, детский садик, школа, там, какие-то проблемы, чтобы ребёнок знал, что отсутствующий родитель, как бы, в курсе его проблемы, он может к нему обратиться, чтобы вот это вот именно доверие выстраивалось. Потому что, мне кажется, ребёнок чувствует всю ту недосказанную злость и гнев, которая остаётся между бывшими супругами, и проецирует это на себя. У него может возникнуть такое неправильное, ну, неправильное представление о той модели семьи, которую он потом перенесёт в свою жизнь. Потому что, как бы, все мы родом из детства, все мы родом из своей семьи. Ну, да, 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 блин. И то, что происходит в нашей семье, мы, так или иначе, будем проецировать и переносить к самому себе. Есть такое, как с этим вам жить? И взрослым. Ну, так же психологически постоянно ходить? Ну, не постоянно, не знаю, можно сходить три раза на личную терапию, чтобы, там, не знаю, снять тревожность о чём-то, чтобы ответить самому себе на вопрос, можно сходить 10-15 раз. После 15 раз начинается такая прям глубинная проработка, глубинная психотерапия. Которая может чаще носить такой отсроченный эффект. Ну, то, что, там, допустим, ты ходишь полугода, и только через год до тебя дадёт эффект от терапии. Такое может быть. Прикольно. У тебя много клиентов? Ну, как ты вообще, в основном, онлайн, оффлайн, как ты работаешь? Слушай, чаще работаю онлайн сейчас. Ну, я сейчас, ну, пыталась выстроить базу в Питере очную, но, ну, как бы, сейчас люди после ковида чаще обращаются онлайн. Ну, да, сейчас мир поменялся. Да, и, ну, во-первых, это очень много ограничений есть, потому что мы всё равно не видим собеседников прям так, как могли бы видеть при живой встрече. Эмоции, да, ты не видишь? Нет, эмоции видно, там, не знаю, язык телодвижения. Ну, вот я про них говорил. То, что так он может соврать, а тело не врет никогда. А, с другой стороны, это очень сильно расширяет географию работы. Да, потому что у меня вот весной были первые клиенты из Европы, для меня это было прям вау. А они русскоговорящие? Да, русскоговорящие, выходцы из СНГ. Прикольно. Да. Сейчас многие, вот, психология, психология, это, типа, с одной стороны, тренд, с другой стороны, самая главная болезнь нашего времени из-за нашей закрытости, или как это понимать? Ну, сейчас кого не возьмись, кто-то лечится, кто-то ходит. Ты из-за нашего прошлого такого глупого смотрю, что происходит? Ну, в общем, мне кажется, что поколение, которое росло в 90-е, в начале 2000-х, это такое немножко потерянное поколение. И, тем более, сейчас это всё поколение переживает кризис 30-35 лет. А это есть такая штука, кризис среднего возраста? Конечно, есть. Что это такое? А то мне пора, походу. А сколько тебе сейчас? 34. Ага. Ну, то ли я его прожил. Ну, это вот развод и вся вот эта история? Ну. То ли вот после развода у меня ещё так бурно всё было, но тоже непонятно. Ну, это обычно возникают вопросы. Как это проявляется? Типа, ну вот, мне уже там 30, мне чуть больше 30, а тем ли я занимаюсь, то ли я хочу, а те или люди рядом? Ну, каждый день тебя спрашиваю, всегда. Вот, и, ну, как бы, моё окружение – это поколение 30-летних, там плюс-минус 2-3 года, и, ну, я чаще всего вижу, что люди разочаровываются в своей профессии, люди бросают свою работу, люди, не знаю, либо как-то внезапно женятся, рожают детей, либо внезапно разводятся у меня. Вообще, очень много разведённых знакомых, очень много разведённых людей. Почему сейчас ты вот так разводишься? Ну, потому что… Или это кажется мне? Нет, это не кажется. То есть сейчас люди, правда, очень много разводятся, и разводятся не только, там, после нескольких лет брака, но разводятся спустя, там, несколько месяцев совместной жизни. Да, я свадьбу, прикинь, снимаю. У меня есть такие, кто-то давно развёл свои, кто-то прям быстренько. Странная история. Особенно, когда родители чехлят за праздник. Родители, мне кажется, больше всего такие, что происходит? Ну, мне кажется, это очень большая, ну, очень большой перерантир ценностей происходит у современных людей. Развод стал более доступным, нежели, там… Спокойно без этого. Да, ну, допустим, я помню, во времена моей бабушки я проходила курс фамилистики, это семьеведение, во времена молодости, там, 30-летнего возраста моей бабушки, в середине 60-х годов, чтобы развестись, нужно было пойти, напечатать объявление в газете о том, что такая-то, такая-то, такой-то, такой-то разводится. Психологически, что ли, давило, да? Да, это был развод, это же порицание, и объявление в газете о том, что вот в зале суда происходит развод, и любой желающий мог прийти. Да ладно, если ты ещё такой, как бы, простолюдин советский человек, а если ты звезда, там, не знаю, певец эстрады, актёр там какой-то, то, да, к тебе приходили зеваки, все смотрели, это всё порицалось. Это прикольно. Вот, ну и разводиться тогда было сложнее, потом, 80-е, 90-е годы, даже в начале 2000-х, это было очень стигматизировано, женщина, разведённая, такое клеймо носила на себе, с ней, это даже по рассказам моих родителей, из окружения с ней переставали все общаться, потому что, типа, ну вот, будет смотреть на моего мужа, будет смотреть на... Нет, мне кажется, сейчас к этому субботне относятся. Ну что именно, другие женщины что-то разве... Ну не знаю, по крайней мере в моём окружении, но к этому относится субботне. Ну да, не так предвзято, как было раньше, мне кажется. Да всё равно фигню такую думать, да. Ну, ещё знаешь, в чём разница? Допустим, я вот уехала из Нижневартовска в 2010 году, и как бы всё, ну всю свою молодость, грубо говоря, я прожила в Питере. И там гораздо более свободные нравы, нежели в Нижневартовске, и там в других маленьких городах, потому что, ну здесь как бы ориентир такой, ну как бы, да, ты можешь там развиваться, ты можешь что-то делать, но ориентир на ценности, нужно создавать семью, чтобы был домашний очаг, чтобы ты мог проходить домой, кушать, а, не знаю, в больших городах настолько оптимизирована жизнь, что можно вызвать себе клиник, можно заказать себе еду, можно... Ну сейчас уже даже так, женщине вообще легко сейчас развестись, она никак не зависит сейчас от мужчины. Ну единственное, что тяжелее разводы происходят с маленькими детьми. Почему? Ну, потому что через суд. А, да ненормально всё было. Да? Желее написали, без моего присутствия, всё спокойно. Ну вот, и так, ну вообще есть. Желее, мне кажется, никогда есть ребёнок, когда есть ипотека или имущество, когда начинают пилить, вот там жопа начинается. У меня клиентка есть, она не оформляет официальный развод, только потому что у них делёжка имущества есть, и для того, чтобы развестись, нужно сначала там оформить брачный договор, правильно, чтобы там она не была должником за долги мужа. Вот. Как бы такое тоже происходит. А ты за брачный договор или нет? Я за договорённость. Ну сейчас, после того, как у меня есть опыт семейной жизни, я за договорённость. В смысле, в письменном формате? Ну... Ну ты же понимаешь, что незаписанного того не существует. Да. И? Скорее всего, да, я за брачный договор, если... А как будто это мужу со своему, там, будешь у тебя, я думаю, всё нормально, или уже есть? А мне не хочется выходить замуж. Я там уже была. Слабо, да? Нет, отношения есть, вроде бы как. Но чтобы прям выходить замуж, наверное, это пока что страх, потому что уже был такой обжиг в прошлом, и хочется... Такая человек-то почему сейчас должен страдать из-за этого? Ну, я не знаю, вдруг человек тоже не хочет. А вы не спрашивали? Да как-то нет. Ну, прикинь, он такой, блядь, ждёт, думает, ну, там, блядь, семью, всё. И я ещё ей кольцо. А у него же есть, прикинь, а ты такая, я вроде как бы не уверен, но мне это не надо, он так смотрит и думает, ну, а нахер тогда ты мне нужна, если ты такая не уверена. Ну, мне кажется, если начинаются какие-то более-менее серьёзные отношения, то о таких вещах нужно оговаривать заранее. О планах на дальнейшую жизнь. Это нормально, нет? Что? Ну, вот это планы, там, обговаривания, стратегия. Ну, не то, что стратегия, просто бывает так, что люди совершенно разного хотят от жизни. Ну, это нормально. Это нормально. И потом расходится. Ну, да, и если там нету какого-то единого жизненного ориентира, нету каких-то единых ценностей, которые разделяют два человека, там, какого-то видения будущего, то, мне кажется, скорее всего, эта пара распадётся, либо им придётся слишком сильно подстраиваться друг по другу, жертвовать чем-то. Ну, скажи, вот совместно, как жить, брак, да, это подстроение или нет? Это компромисс? Это компромисс, это хорошо? Да по-другому скажу. Блин, может, лучше в идеале вообще искать один в один человека, то есть, но это так не получается. Нет, это скучно. За нас же, да, за нас же, типа, гормоны играют роль, когда мы начинаем встречаться, там же, пофиг, что он там творит, и что, какие они, типа, понеслась. Потом отпускают уже попроще. Вот как к этому сторону? Лучше, чтобы разные были. Опять же, одинаково, когда есть одно дело общее, мы же всё равно вырастаем. Довольно тяжело, когда люди в разных делах и не о чём поговорить, или нет? Как ты думаешь? У вас одно направление было? Вот ты вечером приходишь, там, домой, такая, вот, у меня, туда-сюда, он, нет, не понимает. Или он тебе просто, там, как дом строит, там, не знаю, инженерной продукции. А так бы, если в одной плюс-минус теме есть что обсудить и дальше расти, нет? Ну, я могу сказать, что у меня родителям, в этом году их совместная жизнь будет 39 лет, они оба строители, и работают чуть ли не в соседних кабинетах. Ну, вот я про это и говорю! То есть, они, понимаешь, они даже после работы могут посидеть, как правильно сказать, ну, типа, одно и то же обсудить на одной волне. Вот я про это говорю, это важно? Ну, мне кажется, это пипец важно. Ну, типа, когда ты, ты, типа, пришёл, у тебя, там, подгорает, и он такой, да, блин, типа, отгазьте говно, блин, это всё так. Ну, мне кажется, с одной стороны, это важно. С другой стороны, это не то, что будет держать во стопроцентном месте, если вы однажды... Да стопроцентном, вообще, что может держать в стопроцентном месте? Ну, точно не идите, блин. Да ничего, сейчас ничего уже, мне кажется. Мне кажется, единственное, что можешь держать, это, знаешь, что, это вот это постоянное состояние, типа, лайта вот этого, подросткового какого-то. Несерьёзный щит точно, блин. Серьёзный щит сразу, серьёзная ответственность, когда, знаешь, на состоянии, как это называется, цветочной вот этом периоде, мне кажется, вот если его держать, то всегда будет по кайфу, нет? Ну, это если отношения гармоничные, здоровые, правильно, а бывают... Здоровых не бывает, что такое здоровые отношения? Бывают, они, правда, очень скучные. Во! А, как бы, мы все выросли на сериале «Клон», там мужчины не про здоровые отношения. Не знаю, я не смотрел, наверное. Ну, как бы, все сериалы, все фильмы, они про нездоровые отношения, все книги про нездоровые отношения. Ну, потому что, потому что это конфликт, блин, его интересно сценарно слушать и смотреть. Это абьюз, это насилие. Да, кстати, есть такое. А вот этот, моногамность, как полигамность, типа, сейчас многие живут, семьями, как это называется? Короче, никто никому что-нибудь должен. Ты как на это смотришь? Ну, типа, всё нормально, всё живём, но если что, как бы, я не против, ты не против, знаешь. Про измены? Да. Ну, они это по-другому называют. Это дело каждого человека, каждой отдельной семьи, и если для них это является нормой, если они об этом договариваются, для каждого всё ок, то пусть так живут. Ну, лично. Ну, я в охуе, да? Ну, лично меня бы такого не устроило. Да? Да. Ну, нормально. Хорошо, ладно, отойдём, потому что мы ушли в губернике, где тут за этого. Вот ты сейчас занимаешься тем, чем хотела? Это ты на своём месте? Да. У меня сейчас, когда спрашивают, у меня просто все мои друзья, как-то так получилось, все знакомы, там большая часть моего окружения занимается стройкой, архитектурой, реставрацией, дизайном, вот у меня. И очень многие сейчас говорят про выгорание. Вообще сейчас очень многие говорят про выгорание. Выгорание – это же отсутствие планирования отдыха, просто мне кажется. Ну, вот я про себя понимаю, что я выгораю только в тот момент, но опять же я, не знаю, выгораю, не выгораю, я люблю всегда работать, я не люблю выходные. Ну, это же тоже плохо. Да, я сейчас пытаюсь и меня подсказывают, типа, планирую. Ты запланировал свой отдых? Я такой, в смысле? Ну, то есть я люблю всегда что-то делать, 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 наверное, и в какой-то момент меня вырубают на пару дней, потом и дальше делать. Это просто, а так ты, типа, как работу планируешь, так и отдых, мне кажется, если ты будешь планировать. Ну, это, типа, выходные-выходные, да? Да, типа, раз и деграднул, там, два дня, всё, дальше пошёл. Ну, да, выгорание начинается при перебутке работы, когда работа занимает всю твою личную жизнь, когда она крадёт твою, не знаю, семейную жизнь, время проведения с детьми, там, не знаю, отдых какой-то, досуг по большей степени. Но иногда ты понимаешь, что, блин, я вроде занимаюсь вообще не тем, чем хотел заниматься. Как ты думаешь, я не знаю, вот ты говоришь, там, я в детстве увидел вот этот психолог, пришёл, и всё, я вроде поняла, и то что-то ушла в одну сторону, в другую, но пока искалась. Как вот, я до сих пор, вот, меня спроси, когда в школе спрашивали, я вот не понимаю, когда тебя спрашивают, кем ты хочешь стать, я такой, я не знаю. А, я ещё хотела стать журналистом, ну, потому что мне нравилось писать, я иногда что-нибудь такое интересное пишу, прям отдушина у меня такая есть. Ну, вот, ну, как бы, когда я поступала, когда захотела, сколько мне тогда было? Ну, лет 15 назад, вот, когда я решила, там, что хочу стать психологом, ну, это же такая стереотипная была профессия, то, что вот, психолог лечит психов, типа, зачем тебе это? Это сейчас уже вовремя-то. Да, и, как бы, ну, тогда, наверное, поддержки родительской не получилось, всё равно 17 лет, ты ребёнок, ты не можешь сознательно, как бы, выбирать, поступать, ты всё равно ориентируешься как-то на мнение родителей или, там, на тех, кто являются для тебя каким-то авторитетом. Ну, и вот, я поступила на журфак, там, потому что мне там нравится писать, вроде то, вроде сё, вот, книжечки какие-нибудь писать, а потом, когда начала учиться, поняла, что, чёрт возьми, это же не моё, я училась не на журналиста, а именно на пиарщика у людей, которые организовывали после развала Союза избирательную компанию Ельцина, и когда я поняла, что эти люди, чёрт возьми, как умеют врать, чтобы запихнуть кого-то там на место, я в жизни так не смогу сделать, я поняла, что я не хочу, мне хочется другого, и, наверное, вот, вернулась к тому, что я когда-то хотела стать психологом. Ну, это хорошо, что были, ну, ты, типа, попытки, да, в любом случае, иногда нужно что-то попробовать, и это нормально. Ну, то я тогда, когда мне было лет 18-19 университетом бросила, я очень большую волну критики от родителей получила. Тут вообще жопу, почему же такие не могут просто подержать? Ну, типа, почему они не дают нам возможности косячить? Ну, типа, под их не присмотром. Ну, вот у меня такая логика, при мне всё, что хочешь творить, ну, типа, понятно, в адекватности, потому что меня не будет, у тебя будет опыт. Это опять от обратного вопроса, наверное, да? Ну, это смотря в какую позицию вообще родителям придерживаются. Но чаще всего, вот, по крайней мере, раньше такое было, что родители не позволяли ребенку делать херню. Кроме говоря, сейчас... Потом он отходил от родителей и начинал делать херню такую, что уши заворачивались, блядь, у всех, и у него тоже. Грустно, по поводу писать, ты пишешь что-то там какие-то умные, расскажи. Мне Екатерина говорила, я такой, м-м-м. Ну да, я написала диссертацию. И так между делом! Нет, что это такое, зачем это и с чем это? Это ученая степень в сфере психологии, психического здоровья, в сфере психического здоровья. На тему? Я изучала мотивацию людей, когда они обращаются в вечную терапию. Что ими движет, почему они вот хотят срочно обратиться. Почему они обращаются, почему бросают. А ещё что? Ну, иногда я просто пишу там какие-нибудь заметки, какие-нибудь статьи. Куда-то они идут, где-то выпускаются? Ну, вот меня Катя пару лет назад опубликовала, а так нет никуда. Почему? В Инстаграм, а, не знаю. У меня поступило предложение, как раз у меня там остались знакомые, связи, а журфак, когда я училась, у меня там девчонки, однокрупницы там работают с медийными звёздами, с журналами. И одна пишет такая, типа, слушай, ты так классно пишешь. Давай там что-нибудь, две маяки, ну куда-нибудь. Давай, и что-то забыла. А вот сейчас вспомнила, спросила. Ну, блин, просто прикольная тема. Да, вообще прикольная. Надо вспомнить, надо сесть, надо попробовать. Потому что, наверное, пишется о каких-то своих личных переживаниях, о том, что вот хочется, как ты знаешь, такая терапия на бумаге, ты вот пишешь, ты проживаешь, ты отпускаешь, и больше не хочется ни с кем, ни с чем этим делиться. И, ну, бываешь. А, ты с буквы снова туда ещё? Да, да, у меня есть такой способ выхода, какой-то личный боль. Ну, у меня психолог рассказал, что такая есть, но я пока не приучилась. Мне это помогало как раз-таки с разводом. Я там очень много про развод писала, 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 потом такая всё, уже больше ничего. Выписала. Да, выписала. Мне это помогало со смертью тоже. Вот пока я там вот всё не исписала, у меня год назад умерла вторая бабушка, и мне было очень тяжело, потому что я не могла из-за самоизоляции поехать на похороны. И, ну, я вот писала, 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 написала, проплакала, отправила папе с мамой, они проплакали, и вот мне стало легче, им стало легче. Хороший способ пережить. А так? Ну, собираюсь, ну, пока что у меня в планах писать кандидатскую диссертацию, что прям вообще умно-умно быть. А потом я думала... Что это значит? Это учёная степень, это кандидат психологических наук. Я полгода работала в гранте по исследованию в течение беременности и время ковида. Вот как раз-таки пока получала третью вышку, потом подумала, не стоит ли мне там написать кандидатскую диссертацию на этой теме, и вот пока до осени себе оставила время подумать. Потому что тоже очень много сил, ресурса и, ну, очень много времени в жизни. Какие дальнейшие планы ты строишь для себя? Какие-то оставаться в профессии, дальше развиваться, уходить куда-то? Оставаться в профессии, в ней прорастать, может быть, делать себе какое-нибудь имя здесь, в Питере, там, не знаю, сейчас... Ты планируешь в Вартовске или в Питере развиваться? Нет, в Питере, в Питере. В Питере больше возможностей? Мне кажется, везде много возможностей, как ты их пытаешься использовать или не пытаешься. Всё зависит уже от тебя. Просто, мне кажется, больше на твои возможности, на то, что ты можешь получить от жизни, влияет то состояние, которое ты испытываешь прямо сейчас. В Питере я чувствую себя более счастливо, более комфортно, там, более в своей тарелке. Да? Да, здесь, пока я жила здесь, у меня было такое ощущение, как будто, не знаю, что-то высасывает мою энергию. Вот у тебя же такой момент, Угенитая, вот ты сейчас приехала на время сюда, да? У тебя ощущается вот этот момент? Я два года не могла сюда приехать на время. Просто не могла, а сейчас, ну, как бы поняла, что нужно после работы оформлять документы, нужно то, нужно всё, и вот. И приехала. Я всё, с одной стороны, хочу в Питер ехать, с другой стороны, это пугает. Вот, ну, неизвестно, всегда пугает. То есть, и чем старше, наверное, тем? Чем старше, тем ещё страшнее переезжать или делать что-то, потому что, ну, ладно, сейчас 30-35, это такой самый рассвет твоих сил. По идее, вот сейчас мне надо ехать, да, это, по-моему, понимаешь? А потом начинается, ну, какое-то заземление, прорастание, там, корнями там, где ты живёшь, и, ну, создание... То есть, если я сейчас в ближайшее время не уеду, я... Нет, уехать ты можешь всегда, когда хочешь, но вот именно сейчас время, от твоих максимальных возможностей, того, как ты можешь раскрыть свой потенциал. Ну да, она просто всё просчитает, что я с дочерью живу. А ей папа, девочка. Это редкость. Для меня это норма. Я имею в виду редкость именно отца-одиночки встретить. Ну, по сравнению с макулами-одиночками, так что... Блин, ну, по логике это правильно, вообще. Ну, типа, женщина после развода, она хоть может семью свою устроить, понимаешь? Ну, так мужчина же тоже может устроить семью. Ну, и мужчине проще всегда, чем женщине. Типа, разведённый-то холостяк, жених, а женщина... Ну, я так не думаю, ну, правда, я так не думаю, но мне кажется, даже вот с этой точки зрения, то есть всегда женщине легче найти, допустим, мужчину, когда, ну, понятно, что она от ребёнка... Ну, она с ребёнком, всё, ну, то есть ей просто, блядь, это проще, это лучше. Ну, а и насколько я знаю, что... Как это правильно сказать? У многих национальностей, ну, так принято. То есть в случае чего дети остаются... У нас с отцами? Да. Да, это в основном у мусульманских семей. Ну, вот я про это говорю, да. Мне это близко. Мне кажется, это не из-за, не знаю, ну, как правильно сказать, не из-за какого-то самолюбования или чего-то, а это именно из-за практичности, вот это, типа, продуманности, что, блин, ну, это легче будет. Нет? Не знаю, это уже у каждого своя норма. Нет, ну, это понятно. Нет, я не настаиваю ни на что, я просто, типа, из разряда, что... Как-то это неплохо, наверное. Ну, я знаю, что очень многие разведённые семьи, ну, если они общаются, там, поддерживают общение, уже после того, как ребёнок вырастает, там, подростков в возрасте, чуть постарше, отправляют жить, там, на какое-то время друг к другу, там, то ли к отцу, то ли к матери, чтобы, как бы, ребёнок с одним родителем постоянно не жил. Ну, это, опять же, по договорённости уже, как выстраивать отношения между супругами после развода. Вот и я на халявочих терапии прошёл. И как ты себя чувствуешь сейчас? Нормально, как всегда. О чём твой домик? Расскажи мне о своей работе. А, это о моих планах. Вот ещё такое дерево, просто они, чтобы все одинаковые не были, я вот и поставил. Вот такое ещё я хочу дерево. Это сюда поставил. Это, знаешь, что-то? Как думаешь? Солнце? Да. А, вот это вот что? Это цели. Цели, а почему они так далеко от места, где ты находишься? Ну, а, я даже не подумал. Ну, ты видишь всё в подсознательном? Да-да-да-да-да-да. Ну, потому что на данный момент они, наверное, далеко находятся. А что будет, если ты приблизишь сюда? Хайф. Ну, типа... Солнце светит на что? На дом? Да. Ну, типа, я так поставил, потому что, смотри, вот тут-то, видишь, некрасиво. Ну, типа, для меня важно. Что я как оператор, то есть у меня вот это, видишь, рабочая сторона. Хоть я всё равно сделал окошко здесь, ну, потому что солнышко должно падать. Я такой, так, по логике оно должно быть здесь. Поэтому есть окошко, есть дверь, это машина. Это под заезд. Типа, это деревья, это симметрия. И тут оно должно светить именно красиво, ну, сюда. То есть оно, понятно, солнце везде светит, но здесь, типа, эстетично должно быть. И я печку поставил, чтобы тепло было вдаль. Было бы здорово, если ты поделал такую дорожку для своих целей, чтобы они визуально оказались ближе. Он так сделает, значит. Это же правильно будет? Правильно, только так, как ты считаешь правильным. Ну, по логике. Их можно стать перевести. На боковой двор. Не на задний двор, на боковой двор. Вот и всё. Зачем делать дорожку? Зачем придумать какие-то грабли? Чем можно сделать вот так? И всё. Логично. Вот машинка. Да я приехал. Вот оно всё здесь рядом. Картина закончена? Есть ли что-то ещё, что хочешь добавить? А я это сделал, но убрал. Вау. Хорошо. Я переместил внутрь. Значит, есть то, чем ты не хочешь ни с кем делиться? Не хочу показывать. Ну, это правильно. Я это сделал, потом из этого я сделал дорожку. Ну, типа такой подсвет, типа этот, а внутрь переместил, да? Самое ценное спрятал. Да, это семья моя, но это вот тут. Круто. Поэтому я сделал с двух сторон окошки, чтобы светлое не было. Но одно окошко закрыто, а у меня тут нет окошка. Чтобы была территория, стенка безопасности. Что ты чувствуешь, когда смотришь на свой домик? Счастье. Счастье. А счастье оно какое? Тёплое. Тёплое. Тёплое, уютное. Я его испытываю каждый день. Угу. Ну, на самом деле. Что ты делаешь, чтобы это состояние закреплялось в тебе как можно надольше, начаще? Как ты его... Повторяю его постоянно. Вызываешь? Да. Ну, и вызывая, я знаю, я знаю инструменты, которые это даёт. То есть, ну, это дочь. Ага. То есть, каждый вечер я её тискаю, заваливаюсь на неё, она под меня, и вот это состояние, то есть, я знаю, что это даст мне. Ну, я получу это, и всё. Здорово. Это как, если мне нужен адреналин, я иду бегать. У меня адреналин нужен постоянно. То есть, я бегаю, на восьмой минуте у меня идёт выброс адреналина, всё, можно расходиться. То есть, ты, короче, знаешь, с помощью чего можно активизировать гормоны. Да, да, да. Я иду бегать. Да. Так, и здесь, если мне нужен этот, я такой, так, иди сюда, сейчас у меня будет часть. Если нету рядом под рукой дочери, я такой, ну, и сейчас я поем. Ага. Я иду к ней, такой, да, я сейчас типа худею, но ем я иногда и всякие... Читмилишь. Да. И читмил у меня может быть в любой день. Ну, типа, что... Это инструмент. Это круто. Самое главное понимать, от чего ты можешь испытывать и вызывать свои эмоции. И я осознал, откуда они, ну, прям жёстко. И я их терпел, я знал, терпел, ну, там, всё такое. Потом их убрал, ну, их вот нету здесь. И я такой, а... Я в одной книге недавно прочитала, что вообще у нас все мысли рождаются с нашей психики, психика связана с мозгом, и как вот только в нашей голове проносятся какая-то мысль о том, что типа я вот испытываю что-то нехорошее, неплохое, типа то сделал со мной как дебил какой-то, или как долбоёб. А у тебя это всё начинает воспроизводиться на уровне тела, и у тебя, ну, получается такое ощущение, как будто тело проживает в реальности то, что испытал, какая мысль была в твоём мозгу. По поводу того, что ты говоришь, я от негативных мыслей болел, при том, что я был здоров. Я тоже психосоматик. Да-да-да, я только потом понял. Жёстко вообще, прям жёстко, я охренел. А всё было завидело. А что страдало в первую очередь? Тело. А что именно в теле? Ну, типа у меня аллергия была, я лежал, кстати, мог. Слабость, аллергия, аллергия-то вообще прям... А её нету пока, типа, ну, на самом деле её нету. Я когда пошёл сдал аллергику, у меня там 0,01% на свете не берёт эндеги, ну, типа у тебя её нету, а я прям складывался от всего. Но очень часто всё то, что остаётся непрожитым, невыпущенным, оно, как это, знаешь, как в чайнике вода закипает, она, по идее, должна из носика выходить, а вот это всё закипает, остаётся у тебя. И из-за этого отрождаются какие-то психосоматические болезни, которые как-то нужно выпустить из себя, чтобы они не шли, не прожить вот это состояние. Ну, и хорошо, когда это понимаешь. Конечно. Это надо в школе об этом объяснять. Почему это не делать? Почему в школе не объясняют не вот такие моменты, что мне нужно терпеть все болезни от этого? В моей голове все болезни из-за наших мыслей, из-за негативных. Школа — это такая социальная система, которая очень должна быть одним таким вот узкомыслящим человеком, который должен соответствовать каким-то определенным ожиданиям. Нужно дать ЕГЭ и поступить в университет. Я рад видеть, хотя я порицалась, что, короче, я редко был в школе. Ну, и я прям, и я такой, как же, мне это даёт, сколько мне даёт эта свобода и в работе, и везде, во всём. Я такой, как же хорошо, что в тот момент так всё сложилось. Мы ещё учились, когда я школу закончила в 2010 году, а сейчас то, что я из школы, это электронные дневники, это родительские чаты, это… Я никогда не участвовала, я один раз был в чате. Вот, и ты посмотришь, насколько ребёнок контролируется со стороны взрослых, учителей, родителей, вот это всё вот ещё обсуждается, это всё вот видно на показ, но в наше время такого не было, мне кажется, сейчас дети, они более закрыты, у них… Вообще никого, у меня, если проецировать на меня, у меня никакого контроля, что старшему сыну я никогда… Я сам не проверял, запрещал проверять домашнюю, вообще я никак не относился к школе, вообще, я в конце года мог узнать, что там, нормально, нет? Типа, или за месяц, что нормально, нет? Ну, не всё, ну, потянешь, потяну, всё, свободен. Ну, вообще, в идеале, как нас учили, что родители обязаны делать уроки с ребёнком, только в втором классе. Нет, вообще ничего не должны делать. Ну, как бы, только там помочь, что-то объяснить, там научить писать, научить читать, всё. Всё, всё дальше ребёнок должен делать сам, чтобы вырасти более-менее самостоятельно. Иногда дети остаётся на ГПД, там группа определённого дня, вот там ещё с ними что-то могу делать, остальное, ну, ребёнка должна самостоятельно работать с ображалкой, чтобы он должен был понимать, что там, как ему вообще делать в жизни, потом, как ему там считать, что ему… И то сейчас все предметы, они не нацелены на то, чтобы ребёнок мог во взрослой жизни что-то делать самостоятельно. Та же самая финансовая грамотность. Ну, кто её изучил с нами? Никто. Я тебе говорю, мне 34, ребёнку 14, и я сейчас вот, я там курсы прохожу, купил, там, какие-то моменты, я сейчас это прохожу, потому что у меня, ну, то есть, как я жил, там, ну, как белка в колесе, знаешь, фигачишь и бежишь вот так. А сейчас я такой, блин, ну, это неправильно, и я сейчас учу её, учу, и она такая, ага, хорошо, ну, типа, это нормально, так это мне помогает. Ну, конечно. Что принесла? Это я года полтора назад, перед пандемией, выпустила маленькую серию ежедневников. Сама? Да. Так, давай начнём. Как ты к этому пришла? Ну, типа, ты же такая сидела, и, типа, такая, ну, типа, я на себя проецирую, вот я такой сижу, а у меня просто забывай, тут подкаст или что-то ещё. Надо выпустить ежедневник, так или как? Нет, ну, вообще, я очень, пока училась в универе, очень любила планировать, там, свой распорядок у меня, я любила быть продуктивной, там, любила всё под себя подстраивать, там, как-то выстраивать свои цели, стратегии, ещё, тем более, я этому всему училась, и у меня там какая-то своя система появилась, ну, там, всё, что я там в совокупности собрала, разными дождики. Конечно, не выкинули, нужно оставить, да. Да, вот они мне помогали. И я потом, когда переехала обратно в девятнадцатом году в Питер, у меня был очень бешеный ритм жизни, я ещё была кормящей мамой, мне там надо было домой возвращаться к ребёнку, я вот выстроила опять какую-то свою методику, вот собрала всё, что у меня там лежало, и решила такая, блин, а что я это не монетизирую? А-а-а, это нормально. Да, я познакомилась с граф-дизайнером, мы вот разработали дизайн ежедневника, всё сделали, и я выписала небольшую партию, которая у меня ушла. То есть, если я её скопирую под своё имя, можешь продавать? Ну, я такой, я предприниматель. Выпустила я эту партию ежедневников, я её реализовала, понимала, что больше я этим не хочу заниматься. Ну, ты типа... Ну, типа галочку закрыла, всё, я смогла, я молодец. А, смотри, тут прикольно. Блин, ну это прям думать надо. Карта мыслей. Ой, это... А, всё, жизненное кольцо баланса. Зайбись. Спасибо. Я люблю вот эту фигню, писать, планировать, мечтать, особенно, и если это будет структурировано, плюс в этом, что ты можешь всегда откатить назад. Ну, посмотри, что ещё доделать. А что лучше оставить? К чему лучше? Ну, мне тяжело. Мои цели, мои цели. И вот мне не всегда я могу... А ты, психотерапию, есть такие люди, которые помогают. Ну, допустим, вот у меня цели, вот у меня, вот мои цели, и тут прописать можно. Ты помогаешь это делать? Как коуч? Ну, да, наверное, так это называется. Или нет? Как-то это пересекается? Ну, вообще, психология и коучинг очень сильно пересекаются, столько психотерапии направлены на проработку прошлого, для того, чтобы человеку жилось хорошо в настоящем, в будущем, а коучинг направлен на целеполагание, на планирование будущего, на его реализацию. Там, допустим, у тебя вот есть цель заработать первый миллион, или там стать самым высокооплачиваемым видеооператором, там, пахмау, и вот ты там вместе с коучинг разрабатываешь абсолютно все шаги, там всё. Ты это делаешь? Очень редко, но делаю, да. Почему редко? Мало обращается или сама не очень лежит? Как-то по запросу. Когда есть запросы человека, то делаю. Сколько это стоит? У меня консультация стоит 3 тысячи. А это как? Часовая? Часовая консультация стоит 3 тысячи, но я рекомендую начинать от пяти консультаций. То есть это примерно месяц работы, чтобы ты, ну, хотя бы понял, там, заходит тебе, не заходит, там, нравится тебе наша взаимодействия. Ты со мной не поймёшь, да? Ну, обычно одна консультация, она только снимает у человека тревогу, или он понимает, что… Он просто выговорит, как я ходил к психологу, первую-первыхую руку, я просто сидел в тренде, он говорит, ну, работа-то будет, я такой, а что такое? Ты уже полтора часа не затыкаешься, я такой… Ну, вот, как бы человек высказывается, ему становится легче, он чувствует себя услышанным, ну, и всё. И потом думает, типа, а что я потратил деньги, я мог так поговорить с подружкой, или там с другом, или там маме спать, а сама работа, она немножко в другом заключается. Ну, вот, и уже те люди, которые решают продолжать работу, ну, когда они там эффект уже чуть позже чувствуют. Ну, хотя у меня был один такой клиент, он ко мне пришёл, мы с ним пообщались, договорились о нашей работе, он перестал ко мне ходить после разовой консультации, через пару месяцев написал, я готов к вам прийти. Это нормально. Да, он ко мне пришёл, говорит, я хочу сказать вам спасибо. Такая, за что? За то, что я пришла к вам тогда, два месяца назад, после той встречи, в моей жизни начали происходить такие перемены. То, что я вот пришла сказать, то, что я вас благодарю, у меня ещё появились вопросы, если ещё будут, я приду. Такая, ну, ладно. Всех по-разному работает. А ещё некоторые люди ходят на разовую консультацию, понимают, что, ну, как бы психолог, может быть, я их не услышал, он, может быть, как-то по стилю взаимодействия не подошёл. Может быть, у людей на психологов совершенно другие ожидания, что вот психолог сказал, что как себя надо вести, что нужно делать, то есть там возьмёте выгручку. Из-за них решит. Да, из-за них решит. А психолог занимается немножечко другим. Он передаёт человеку ответственность за самого себя в свои руки. То есть, и снимает её всячески всегда. Как психолог, какой можешь совет дать? Лайфхак всем, всем людям. Потому что мы плюс-минус, я этот. Света чём? Типа, ну, в общем, поддержание себя в здоровой форме головы. Постоянно психогиену. Прибухивать? А, нет. Прибухивание — это же, по сути, решение уйти от своей проблемы. Да-да-да. Да, ну, как бы, ну, иногда ты можешь это делать, иногда ты можешь уйти от этого за пой, иногда ты можешь выпить с кем-то за компанией, почувствуй, вау, мне классно, но... А с утра жизни что-то ещё? А с утра ты думаешь, блин, зачем я это делала, легче-то мне не стало. Я советую или рекомендую найти такого человека, которому тебе будет безопасно выговаривать всё, который не даст прям такой жёсткой тебе оценки, что, типа, мол, ты прав, или ты не прав, или надо было сделать так, который просто, ну, не знаю, обнимет тебя словами, там, утешит тебя, такое ощущение, как будто он тебя вот как-то выслушает, как будто тебя вот по голове кто-то погладил, там, обнял, и тебе стало от этого легче. Очень мало очень сейчас таких людей попадает в жизнь, потому что все любят говорить, все любят советовать, как, что и надо делать. Я могу сказать, что в моём окружении я прям жёстко могу сказать, что кому надо делать, когда вот прям меня вот достанет. Постоянно. Я такая, всё, я сейчас скажу, я больше никогда ничего не буду говорить. Я тебе воткнула. Да, я сейчас... Выбить я вам ничего не должна, да, держи, держи, по-дружески. Папа, пойдём. Нет, ну, как бы, я даже, наверное, в своём окружении всегда пытаюсь сказать человеку, что, ну, ответственность на нём, за его действия, лежит на нём самому. Что только, ну, каждый человек у них нет своего счастья, и только от него зависит, что с ним будет, как с ним будет. А ни мама, ни папа, ни друг, ни супруг, даже ребёнок не сделал тебя счастливым, если внутри тебя есть какая-то пустотая, ты её не можешь ничем заполнить. И, ну, наверное, рекомендация, совет каждому человеку найти то, что будет заполнять тебя изнутри, благодаря чему ты будешь чувствовать это состояние счастья, благодаря чему ты будешь просыпаться, не думать, типа, вот, блядь, я опять проснулся, думать, вау, какой хороший день, всем доброе утро. И выходить с такой вот внутренней улыбкой и чувствовать и транслировать это другим. Спасибо, что было у меня в гостях, мне было очень приятно поболтать, интересно. Мне просто было очень приятно. Дом построил. А кто там будет жить? Ты? Да, но не один. Там уже живут. То есть я, ну, уже сегодня, это всё работает. Цели мы подвинули, всё, сегодня я, по-моему, не зря день прошёл. Угу. Можешь поставить куда-нибудь себе вот на уютной. Так и будет на самое видное место. Ну вот, будет такое воспоминание маленькое после нашей встречи. Спасибо тебе, что пригласил. Очень рады, такой интересный для меня опыт. Необычный? Да, вообще первый раз. Когда шла, о чём думала? О чём я думала, как бы успеть вовремя, где бы успеть купить пластили. О чём можно думать, когда ты... Я вообще очень люблю опаздывать, да, вообще очень люблю опаздывать. А, это твоё, да? Да, я один раз опоздала на самолёт, и после этого у меня вот такой вот бизик начинается, когда я куда-то опаздываю. Вот. И, ну, наверное, я отчасти думала, о чём мы с тобой можем поговорить, но это как обычно. Софала, нет? Ну да, это кризис 30, развод, родительство, вот всё. как бы это... Но это всё меня волнует. Но это все темы, которые обсуждаются сейчас. Да, как бы, ну, что ещё? Ну, профессиональное становление, там, реализация себя как человека, вот, это всё, что обсуждают все люди, и, наверное, да, мне кажется, я проговорила с тобой всё, что думала, всё, что хотела. Спасибо. Да. Спасибо.